Девчонки, всем привет! Я начинаю новый влог. У нас в Питере жара, поэтому я решила отложить все свои дела и съездить с семьей отдохнуть на пляж, потому что нужно ловить эти теплые деньки. Все-таки не забываем, что лето на дворе и все-таки хочется, чтобы дети не сидели в квартирах. Настя немножечко от нас отбилась, потому что она не хочет с нами никуда ездить, а Катя нет. Поэтому хочу взять маму, Катюшку и поехать на пляж, просто отдохнуть, но это чуть попозже. Сейчас я как раз поделаю свои дела. И завтра я уже поеду опять по строительным магазинам. Надо покупать коробки, начинать все упаковывать. Обязательно я вам все расскажу, покажу. Начинается подготовка уже к переезду. В первую очередь я хочу сложить какие-то такие хрупкие вещи, которые я не буду перевозить в обычной машине грузовой, а на своей машине перевезу, потому что не хочется потерять что-либо опять, как в последнем переезде. Не знаю, куда пропали сковородки мои, так они и не нашлись. Это вообще просто парадокс какой-то. Реально смешно. Смешно то, что сковородки пропали. И, знаете, мы с мамой недавно, мама, точнее, вспомнила, что нету картин. Помните, у девочек были картины, у каждой на холсте мне делали. И где эти картины, тоже без понятия. Ну, странно, но не может быть, чтобы пропали вещи бесследно. Я, в общем, надеюсь, что при переезде, может, все-таки я найду часть вещей, потому что все-таки как-то жалко. У моей девочки будет четвертый переезд. Представляете, четыре года, да, как я, ну, в общем, решила жить другую жизнь. Прошло уже четыре года, и я вот переезжаю в трехкомнатную квартиру. Даже не верится. Такой был долгий путь. Тернист. Сложен. Иногда прям, знаете, руки пускались. Через сколько я кредитов и патет я прошла. Это, конечно, сколько нервов было потрачено. Но все не зря. В этом влоге мы с вами начнем уже переезжать. И обязательно я схожу на квартиру, поснимаю. Что я поснимаю? Ну, там пол уже сделали. Ну, я в прошлом влоге вам все-таки показывала, да. И надо ехать в магазин, покупать плитуса. И надо мне на пункты выдачи. Я там кучу всего заказала. Тоже, возможно, сделаем с вами распаковочку. Переведем это сразу уже на квартиру. Вот. Так что вот такие дела. И уже потом привезут к кухню и будут устанавливать ее. Надеюсь, успеют до переезда. Если нет, то поживу временно без кухни. Так что вот такие дела. Прям жду, не дождусь. И, конечно же, беру вас с собой. Обязательно поддерживайте. Ставьте пальчики вверх. Я, на самом деле, жутко переживаю в плане переезда. Я всегда переживаю. Для меня это такой стресс, переезд. Ну, в общем, надеюсь, что все будет хорошо. Хотела вам показать прикол. Видите, у меня в тостере батон торчит. Так вот, я хотела сегодня к яичнице своей сделать бутерброд с сыром. Заснула батон и вспомнила, что я же не ем мучное. Я уже неделю вообще не ем ни батон, ни сладкое. Я отказалась от сахара полностью, от всех там сырков, конфит. Я шесть дней, представляете, уже не ем ничего такого. Ну, потому что пытаюсь пару килограмм скинуть. И вот батон несчастный. Вот у меня в тостере подсушенный лежит. Даже жалко, слушайте. Может, кто-то съест. Но я не стала. Видите, какая сила воли. Какая сила воли. У меня в квартире такой бардак. Я уже не навожу порядок, потому что, ну, нет смысла в этом все равно скоро переезжать. Так, девчонки, я продолжаю влог. У нас в Питере потрясающая погода. Это 25 градусов. Настоящее лето. Я отложила все свои дела. И Катюшка у меня сейчас у мамы. Я, в общем, позвонила и сказала, я еду к вам для того, чтобы провести время вместе. Мы хотим устроить пикник, поехать на пляж. Отлечься от всех этих гаджетов, суеты рабочие. Работа и дела подождут, поэтому еду за мамой и за Катюшкой, беру их с собой и едем на пляж. А еще сегодня мы решили устроить праздник. И по пути заехали во вкусные точки. И купили нашу самую вкусную еду. Наггетсы, картофель, фри и бургер. И, конечно же, много напитков. Так, мы приехали на пляж с вкусняшками и идем на пикник. Чуть не съели все в машине. Когда у тебя есть ребенок, важно накормить его быстро и вкусно. И, конечно, быть уверенным в качестве. Мы выбираем вкусно и точка, потому что всегда знаем, что ожидать. Ведь их стандарты качества очень высокие. Например, у котлет всего три ингредиента. Соль, перец и говядина. Никакого масла при жарке и вообще ничего лишнего. Или вот в наггетсах только 100% куриной грудки. Кстати, эти и многие другие интересные факты о продуктах. Вкусная точка вы можете прочитать по ссылке под видео. Такой вот прекрасный день с семьей и никаких волнений. Расскажите, как вы отдыхаете летом, любите ли выстраивать пикники. Пишем в комментариях. Мы балдеем, в общем. Погодка прекрасная. Кто-то написал, где твоя мама? Потеряли маму. Вот она сидит тут за кадром. Сижу, ем. Уничтожает. Все. Мы худеем. Я так давно не ел. Такую кусачку. Я вечером не ем. После семи. А ты в курсе, что уже семь? Мы сегодня можем. Я жаловалась в прошлые разы, что туалет не работал. Вот, наконец-то, открыли, видимо, на летний период. До семи работают. Классные, кстати, чистые туалеты с бумагой, с салфетками, со всем. Ну что, пошли кататься дальше? Бабушка там у нас заждалась. Пойдем. Мы приехали к маме в гости. Уже отмечать переезд, который скоро будет. Купили в кафе шашлыки, люля-кебаб. Хачапурь, мам, надо разогреть в это. Да, да, да. Еще, чтобы... Гуляем. Вечерняя прогулка. Показывают наши дворы. Красоты, Марина. Серега, он тебя вербует. Она тебя вербует. Это шиповник, балл. Это роза. Это роза. Дикая роза, шиповник. Да, пахнет. Это шиповник. Ой, передом поверни мне. Улыбочка. Ой, какая милашка. Мы там ее домик обустроили. Пойдем пока. Давай. О, а если? В общем, играют гусенки тут. Городские дети спасаются как могут. Это у вас пикник тут? Видите, пикник. В тенечке. А что, вы тут ей покушать принесли? А, водичку, да? Да, вот бусиночку. И вот вторая баночка. Улитка такая, вот это я попала в какие хорошие руки. А что улитки едят? О, листики, фруктики. Да? Да. Класс. Мы пришли в строительный магазин опять. Значит, что мне надо? Мне нужен ершик один. Мне нужно дозатор для мыла. Ну и просто хочу посмотреть, что-нибудь, может быть, интересненькое. Увижу, да? Прикуплю. Вот, смотрите, кстати, банки продаются для тех, кто у нас закатывает. Можете купить варенье делать, огурчики. Но я пока к этому не готова. Для этого мне надо поехать на дачу, посадить огород, собирать свой урожай, потом я буду крутить. Так. В общем, я тут хожу по отделу техники. Смотрите, что я нашла, какой тостер. Он идеально подходит мне на квартиру по цвету, на кухню. Я хочу вот такой тостер. Смотрите, какой классный. Но у меня есть тостер хороший. Такой, смотрите, симпатичный. Вот это дорогая техника, кстати. 20 тысяч стоит тостер. Я вообще не понимаю искренне, почему этот бренд такой дорогой. Может, из-за дизайна он только берет свое. Может, по качеству, конечно. Ладно, идемте дальше. У меня все есть. И с техниками ничего покупать не надо. Ой, это что такое? Вакуумный упаковщик. Кстати, как вы относитесь к каминам? Вот жалко, что у меня зала нету. Я бы, конечно, приобрела себе каминчик для уюта. Вот ершики. В общем, я хочу себе новый ершик. Такой, знаете, под дерево. У меня же есть акцент. Деревянная плитка. И я вот хочу что-то с деревом связанное. О, классная, смотрите, штуковина. Под белье. Симпатичная. Хотела что-то под дерево такое взять. Вот мне нравится. Такой вариант. Только с белым. Дозатор. И мне ершик нужен. И желательно знать, чтобы его было удобно мыть. Знаете, есть глубокие такие ершики. Их вообще неудобно мыть. Ой, слушайте, тяжело. Этот, смотрите, вообще идеально. Думаю взять такой. Даже не верится, что скоро я уже перееду. И закончится вот это все. А вот они. О, наверх можно посмотреть. Смотрите, какой выбор. Хак для тех, у кого маленькая кухня. И, например, ну, вы в хрущевке живете. Да неважно. Смотрите, стол. Та-дам! И тут сразу приборы. То есть режете салатик, сели за стол, достали ножик. А что, прикольно, да? Классно. Ой, смотри, какой буфет. А-ля Икея. Какая красота. Да, я такой мечтала. Там мир корзин. Я бы тут все скупила. Ладно, пойдемте. О, смотрите, что я нашла. Стиль, стиль боха. Симпатично. Пришли на квартиру, показываю вам результат. Так у нас получилось. Красота. Я очень рада все-таки, что я поселила елочку. И все хватило. Мы думали, что не хватит. Много придется закупать. Нет, смотрите, все хватило. Как красиво. Теперь я реально понимаю, что не нужно никого слушать и делать так, как я хочу. Так, давайте свет включу. Сейчас я вам покажу раковину и также все покупки к дому, в квартиру, которую я только что забрала с пункта выдачи. Сейчас я вам все-таки распакую, вам покажу. Начинаем потихонечку устраивать квартиру. Сейчас надо, конечно, помыть, но все равно. Уже хочется. Ну что, сейчас вам сделаю первую распаковку. Еще очень много чего едет в процессе. Так, это что у меня такое? Клип возврат все не сделал. Вот такой вот ершик купил. Под дерево поставлю. Видите, специально я сделала акцент на деревянную. Потому что тут мы уже будем скоро все мыть. Нам нужен туалет, туалет бумага. Уже надо потихоньку все делать. Блин, забыла дома. Для бумаги полетонодержателя. Ну ладно. Дозатор для мыла. Купила шторку для вот этой столешницы, чтобы скрыть весь ужас. А сейчас я поищу. Я уже купила штангу, штопору. Все какое-то. А, это еще один ершик. Для второго туалета. Он пластмассовый. А, это запасной прикольный. Вот обычный белый ершик. Вот тоже спотичный ершик. Видишь, что такое? А, знаете, что это все? Распаковка. Ага. Это у нас дозатор. Вот такой вот встроенный дозатор для моющего средства на кухню. Делается. Все, ставится. Оба наливайте туда жидкое средство. Ну, я думаю, вы знаете. Где шторка-то? А, вот. Вот шторка. Юбка под раковину называется. Взяла вам, естественно, такого нежного голубого цвета. Оно, конечно, не подходит, но в целом нормально. И можно и под ванну, и под раковину. На кухню люди используют. Это, кстати, лайфхак для тех, у кого нет тумбы, и не очень симпатично смотрится. Я надеюсь, что оно подойдет сейчас, потому что ширина не та, что мне подходит, но других вариантов не было. Чуть-чуть не хватает длины, но как временное решение, я думаю, что нормально. Давайте там сейчас наклеим. Дай, иди сюда, помоги мне, пожалуйста. Вот эту шторку, на секунду. А тогда, наверное, надо все-таки так наклеить. Та-дам! Это самая была длинная, самая широкая. Но тут я не переживаю, потому что тут все равно будет корзина, и я там что-нибудь придумаю. Ну, вот так вот. Кстати, очень даже неплохо. Вот так вот вышло еще. Отгладить бы. Надо отгладить, и вообще будет красота. Какой-нибудь такой временный, бюджетный вариант обустройства ванной комнаты. Ароматизатор. Мелодия чувств. На самом деле, это самое приятное. И, конечно, сам ремонт, это тоже было приятно, но очень хлопотное. Тут уже, знаете, подключается душевная составляющая. Ну, я думаю, женщина меня поймёт. Ароматизатор. Ну, я, наверное, его потом открою. Набор чайных десертных ложек. Ложки непростые. Ложки в виде лопаты. Сейчас вам покажу. У меня нужна такая ложка. Десертная ложка. Смотрите, видела лопаты. Это просто прелестно. Так. И ещё вот такая лопата. Круглая и квадратная. У меня мои чайные ложки вообще там потерялись. Где-то у меня две или три чайных ложки мне нужно лопатить. И тут ещё такие вот десертные вилки. Ну, напоминают вилы. Что у нас тут ещё? Купила корзины для гардеробной. Давайте, чтобы сейчас сильно не отвлекаться, я вам просто покажу. Такие мешки для пластиного белья, обрезок. Тоже хорошая штука. Гардеробную в бело-серых цветах, поэтому купила серые корзины. Корзина. Вот такие вот корзины ещё купила. Тоже под хранение. Ай, вообще красота мне-то нравится. Видите, как встала по высоте идеально? И вот эти тоже по высоте встали. Потом, естественно, всё я это организую. Так, ну, собственно, всё. Я распаковала. Много что ещё едет где-то в пути. Вот сейчас я иду домой. Надо что-то приготовить на ужин. Ну, посмотрим ещё. И буду потихоньку собирать вещи. Об этом тоже расскажу уже дома. Показываю вам раковину на кухне. Беленькая. Такая вот. Слушайте, глубокая. Такая вот. Ну, всё. Едем домой. Пока нас не выгнали. И у нас же тут платная парковка. Поэтому надо уезжать. И потом уже я сюда приду, на квартиру. Мы будем с мамой делать генеральную уборку. Включаюсь я на безымянном озере. Сегодня у нас 30 градусов жары. Спасаемся, как можем. Вывезла девчонок на пляж. В общем, Настя с подружкой уже пошли. Я взяла вот видите, сап тяжёлый. Хозяин поплавает на сапе. Еле-еле нашли место. При том, что это пятница-будни. Места вообще нет. Я представляю, что тут будут выходные дни. Опасность превыше всего заставили девочек жилеты надеть. И теперь они могут плыть сюда. Девчонки уже накатались, наплавались несколько раз, а Катя делает торт. Давай-ка, отрежь мне ровный кусочек. Я попробую развалиться. Миллион лет не была в фикс-прайсе. Вот решила посмотреть, что есть интересненькое. Может быть, что найду в свою новую квартиру. Захламлять не буду, это главное правило. Но вдруг что-то интересненькое найду. Буду из последних сил держаться, чтобы не купить всякого барахла. Видите, какая ваза. Ваза-сумочка. Прелестно. Мне нравятся такие вот варианты. Под кувшином тоже симпатичные. Такие корзины с ручкой есть. И такие обычные. Всякое хранение. Ой, смотрите, какие я нашла банки. прикольные. С ложкой. Тарелочка. Мне очень понравилась. И вот такие банки для чая. Классные. В общем, посуда тут, как всегда, есть из чего выбрать. Кувшин. Такие банки для хранения. Кривая, но это должно быть. Так, ну что, снимаю вам покупочки с фикс-прайс. Целый пакет. Быстренько просто пройдемся. Не будем не будем заострять внимание, но все же покажу. Потянула меня на дерево, купила вот такие две банки. Это под кофе, а это под сахар. У меня есть банка под сахар, но она плохая, хочу ее выкинуть. Вот две баночки. Я взяла такую казину. Это для хранения чего-либо. Плетеная мне очень нравится. Вот такую вот тарелочку, пиалку. Тоже плетеную я взяла под ложку. Можно под что угодно. Тоже красиво разбавить интерьер. Такие вот контейнеры для хранения в холодильнике. Знаете, вот остается полуковицы. Сюда кладете лук и в холодильник. Или, например, ягоды. Или, не знаю, еще что-либо. Очень удобные, чтобы не просто в холодильнике валялось на полке, а в отдельные такие контейнеры все складываете. Потом удобно мыть, а не целый ящик доставать мыть. Давно хотела, вот нашла. И губки, перчатки. Но это уже не интересно. А самое главное это я купила вот эти покупочки. Я сейчас иду на квартиру принимать кухню. и там нужно оплатить наличие. Посмотрите, сколько денег. Тут 200 тысяч. Я миллион лет не держала деньги в руках, потому что все время онлайн, но тут надо наличие оплатить в половину. Поэтому вот огромная сумма денег. Мы богаты. Но это временно. Потому что иду принимать кухню. Ну что, я уже пришла на квартиру. Последнее включение в этом влоге. Все должны привезти мне кухню. Точнее, ее уже привезли. осталось только принести и все. Сейчас я освобожу немножко тут. Так, видите, уже местами есть розетки. Уже красота. так, а плинтуса есть ли? Давайте посмотрим. Ой, плинтуса есть. Видите, я выбрала широкие плинтуса. Мне очень нравятся белые широкие плинтуса. Так, тут уже, смотрите, выключатель есть. Прелестно. Короче, у меня тут со светом тоже свои какие-то фишечки есть. Немного, но есть. Сразу, смотрите, как красиво. Боже, неужели я скоро тут буду жить? Следующий влог, я уже буду переезжать, девочки, поэтому обязательно ставим лайк. если ждете, упала штора, представляете? Прихожу, штора валяется, отклеилась лента, зараза. Вот, сенсорная. Опа. Круто. И можно настроить колонку и говорить, типа, Алиса или там Маруся, включи, выключи. Видите, еще горит. Синенький, чтобы видно было. Красота. Выбрала беленькие. Все беленько, чтобы, чтобы просто было симпатично. Привезли кухню. Точнее, носят еще фасады вот так вот цвета. Ребята пошли за столешницей. Столешница у меня три метра, поэтому ее будут поднимать по лестничной площадке, потому что она, естественно, не залазит в лифт. Доп-услуга, придется доплачивать. Короче, видите фасады какого цвета? Кусочек виден? Все, к сожалению, тут закрыли. Он по цвету почти такой же, вот как вот здесь в коридоре краска. Вы представляете? Один в один. Вот, видите? Офигеть. Это же надо по цвету так подобрать. Нежный, голубой. Такой же, как стены. В общем, все, я безумно счастлива. Сборка будет, к сожалению, об этом потом. В следующем влоге все вам расскажу по поводу сборки. Так что, вот такая вот кухня. Буду, девочки, заканчивать. Я, наверное, влог. Жду столешницу. А, да, давайте столешницу тоже дождусь. Так, ну вот, столешница. Вот такая под мрамор. Симпатичная. Я взяла такую, знаете, с небольшими жилками. Красивая. Это все привезли. Вот, все приняла. Рассчиталась. Обязательно смотрите следующий влог. Все будет уже, наверное, в следующем влоге. Ну, посмотрим. я ничем не откажу. Я ничем не откажу. У нас тут тусовка. не откажу. Янух не откажу. Ты меня люби! Начинать упаковывать. Сегодня у нас среда. И потихонечку начинаю упаковывать кухню. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Не как в прошлый раз. В прошлый раз я заказывала грузовичков. Ребята попались отвратительные. Хоть и молодые парни, но они совершенно не хотели работать. Они все делали медленно, специально, чтобы бабок побольше накапало. Стол мне испортили. Матрасы все испачкали. В общем, я максимально не осталась довольна переездом. Надеюсь, никогда с такого не будет. Так что мы дождались этого момента. И я спустя полгода покупки квартиры без стен переживаю. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Так что погнали. Сначала я доливаю кофе. Не можешь пить, ничего? Ну, типа как-то энергетик какой-нибудь нужен? Слезный, дни, 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 дни. Нет, наверное, нет. Начну это с кухни. Потому что тут и хрупкое такое. Ну, в общем, решила с кухни начать. Обязательно прохожусь скотчем. Но ничего не развалилось. Сначала я собираю коробки, а потом я попробую. Продолжение следует... Мы в процессе освободили уже вот здесь, вот здесь. Нижние ящики комода освободили. И уже 4 коробки. Вот так вот. Все нажито непосильным трудом. Перебрались в спальню. Наводим порядок в аптечке. Очень много всего просроченного, смотрите. Вот. Чемпионы у вас 2 года. Да. Ну, так вот мы болеем. Заболели, купили, все. Наводим порядок лекарств, чтобы тоже лишнее ничего не взять. Ну, на упасить надо, попей. На попей, на упасить. Вот это, кстати, от этого. Господи. Вот цистита. Это такая гадость. Я ее выкину. Я ее не могу пить. Она мне, кстати, не очень помогала. Помогает мне от цистита манурал. Редко бывает. Но вот это просто такая адская гадость. Фу. Я как пила, я обливала реально. Боря. Что такое каннелоны? Каннелоны, это такие, знаешь, такие макароны толстые продаются. И туда запихиваться фарш. В общем, я хотела в свое время издать кулинарную книгу. И вот это мой черновик, так скажем, лет 8 назад, наверное. Салат хрустящий. Что-то плохо ты распечатывал. Какой принтер был? Нет, ты поспешиваешься шплотами, прикинь. Да ладно. Ну и как ты готовишь, прочитай. Батон нарезать ломтиками. Сыр натереть. Какой сыр, ты что, издеваешься, что ли? Кусочки батона выложить фон до запекания. Выложить на каждую кусочку 2-3 рыбки. Посыпать сыром. Не оценируй ты. Конечно, ну нет. Горячая бутерброда с окороком, томедорами, яйцами. Улыбочка. Я бы, конечно, сейчас съел пирожки с капустой. А вот, кстати, мои известные слойки с ананасом. Вот они. А, я ел один раз. Не ври. За 4 года один раз. Ну, что ты врешь? Серьезно, так и есть. Потому что ты не дожевал, мы съедали. Пока ты... Короче, не слушайте это. Он врет, как... Да, конечно. Все ужики будут. Торты и пирожные. Если кто-то хочет купить мою кулинарную книгу, прощайтесь, я вам дам рецепт. Маска творожная. Что, на выкиданное? Нет. Нет. Нет.